Доброе утро, Ульяновск! И на сцене драматического театра пьесу Шекспира читал Сергей Чинишвили. Это было под музыку Сергея Прокофьева в исполнении нашего симфонического оркестра. Тебе понравилось? Да, и само действие, и интервью с главным закадровым голосом страны. Вильям Шекспир, Ромео и Джилетта, Место действия, Ферона и Мандуэ. Начнем с того, что еще великий Вильям Петрович Шекспир понял, что действующая сила любви – это женщина. Потому что все-таки в данном случае Джилетта, инициатор Ромео, мог находиться ведущим, но он не оказался ведущим. Я думаю, что в связи с новой тенденцией общества, о том, что все-таки мы возвращаемся частично к матриархату, наверное, все актуальнее и актуальнее будет подобная история. Интересно, Дмитрий, а о себе Сергей Чинишвили что-нибудь рассказывал? Чувствуется, что человек глубокий. Вот так одним голосом можно вскружить голову любой девушки. Рассказал и о себе, и о своей профессии. Удивительно, как они все успевают. Я в 11 лет не работаю в театре «Ленком», которому я отдал 24,5 года жизни. 11 лет я представляю себя свободного художника, поэтому я играю в МХТ имени Чехова, в театре «Наций», я играю на «Таганке» у Ирины Апексимовой, я играю в театре Ермолова, я играю в театре Алина Павловича Табакова. Еще существует такая прекрасная история под названием «Сами, Содружество актеров-музыкантов» и с Алексеем Майги, четыре наименования у нас там. Еще я занимаюсь тем, что ежедневно сижу у микрофона, работаю на канале, пишу аудиокнижки, пишу документальное кино, немножечко пишу сам. Ежедневно иногда будут работать с симфоническими оркестрами. Ромео, клянусь тебе, священной луной, что серебрит цветущие деревья Джульетта. О, не клянись, луной непостоянной, луной свой вид меняющий так часто, чтобы твоя любовь не изменилась. Ромео, так чернолясся, Джульетта, вовсе не клянись. О, милый друг мой, доброй ночи. Работа, она просто бывает либо интересной, либо неинтересной. Неважно, насколько она трудна или нетрудна. Иногда бывает довольно трудное какое-то дело, очень легко делается, потому что ты работаешь в комедии единомышленников. Это мой принцип по участвованию в нашем синематографе, потому что я прежде всего из тех идиотов, которые читают сценарии. Когда мне говорят, вы знаете, у вас там 8 дней комедия, я говорю, почитать дайте. Ну, это комедия, я говорю, отлично, почитать дайте. Потом ты начинаешь читать, ты понимаешь, что это не комедия, а это, в общем, уровень какого-нибудь там усть, какого-нибудь разговора, там, четырех человек, которые за всю свою жизнь прочитали одну книжку и то сберегательную. Ну, вам предложили роль в большом сериале серии на 300. Нет, на 300 я не полезу, потому что если бы моя жизнь не существовала в том виде, когда слово «приятных выходных» у меня вызывает желание надеть Мартинс и ударить человека в грудь, который особенно хочет жить очень хорошо и богат. Вот, я предпочитаю локально входить в какие-то вещи, потому что если сериал на 300 серий, это значит, мне нужно прекратить всю мою жизнь, которая мне очень дорогая и которая у меня находится достаточно в гармоничном состоянии. Потому что я делаю что-то для того, чтобы не думать, какой бензин заливать в мой Ниссан, сколько чашек кофе пить, там, не знаю, сколько съедать кусков мяса в течение недели. И что-то я делаю, потому что это развивает меня с точки зрения профессии, а что-то я делаю просто потому, что мне нравится. И, как правило, вот это то, что нравится, ну, как говорил еще Генрих Бель, за искусство всегда либо переплачивают, либо недоплачивают. Вот оно, как правило, недоплаченное. Поэтому для того, чтобы это иметь возможность сделать, нужно иметь просто маленький базис, чтобы, опять же, не забывать о том, какой бензин ты будешь ливать и так далее. Нам грустный мир приносит неосветило. Лень прячет с горя в облаках густых. Идем рассудим обо всем, что было. О них прощение, кара ждет других. Но нет печальней повести на свете, чем повесть о Ромео и Джуете. Вернусь к тому, как артисты при их графике все успевают. Вот ты когда семьей занимаешься? В свободное и несвободное от работы время. Совет звезды. Записывай. Вы знаете, времени никогда ни на что не хватает, в принципе. Особенно, когда ты хочешь успеть очень многое. Я не могу сказать, что совмещать профессию и воспитание трех детей – это очень просто. Это будет неправда. Это сложно. Но есть такие определенные приемы, которые я использую вообще для жизни. Один из них – это никогда не унывать. И всегда смотреть на все с улыбкой. И никогда серьезно не воспринимать ни семью, ни профессию. То есть какая-то легкость должна быть в восприятии и того, и другого. Вот тогда все получится. Потому что если ты начинаешь циклиться только на профессию, тогда страдает семья и так далее. В данном случае нужно просто с легкостью, с улыбкой и с каким-то оптимизмом, что ли, ко всему относиться. Заслуженная артистка России Агунда Кулаева приезжала в Ульяновск тоже в рамках фестиваля «Мир эпох и имена». Их программа с супругом Алексеем Татаринцевым называется «Музыка любви». Время 10 утра. Самое время подкрепиться. Что можешь предложить? Яичницу. Хорошо, но может быть добавишь огня в это блюдо. Перец, курица, ароматные травы и получится обворожительная итальянская фритата. Кулинарные советы от шеф-повара выездного ресторана Марина Никитиной. Мария, что мы сегодня будем готовить? Сегодня мы будем готовить фритату. Это итальянский омлет. Будем добавлять туда болгарский перец, шампиньоны, свежие томаты. А снова возьмем куриные бедрышки. С чего начнем? Начнем с куриных бедрышек, потому что это продукт, который дольше всего будет готовиться. Куриные бедрышки порежем небольшими мелкими кусочками. Будем обжаривать на сковороде. Далее добавим болгарский перец, шампиньоны. Сверху украсим все томатами. Зальем сливочно-яичной заливкой и отправим запекать. Приступим? Давайте. В первую очередь возьмем куриные бедрышки. И, как мы уже сказали, порежем их мелкими кусочками. Мы мелко порежем болгарский перец и шампиньоны, чтобы все было, так сказать, в одной тональности. Томаты мы будем резать кружочками. Это делается для того, чтобы весь вкус остался внутри. И это еще будет дополнительным декором для нашей фритапи. Наши ингредиенты готовы. Теперь мы можем разбивать яйца. Нам потребуется 5 яиц. И все, конечно же, зависит от размера вашей сковородки. Потому что, так как у нас большая сковородка, у нас 5 яиц. Если у вас маленькая сковородочка, вы можете обойтись и тремя-двумя яйцами. Теперь добавляем молоко. Соль. И перец. Аккуратненько, венчиком. Все это перемешиваем. Теперь можем начинать жарить. Как мы уже сказали, начнем с курочки. Теперь добавляем болгарский перец. Курицу мы тоже немножечко подсолим. Но только в самом конце, когда будут добавлены все ингредиенты. То есть мы добавим шампиньоны, томаты. И в самом конце это все подсолим. Все должно быть полуготовое. Но за исключением курицы, конечно. Потому что все основное потом дойдет у нас в духовом шкафу. Теперь добавляем томаты. И остатки шампиньонов, которые мы оставили для декора. Теперь все это подсаливаем. Добавляем перец. И заливаем нашей основой. Посыпаем пармезаном. И отправляем все в духовку. Какая красота. Итак, наша фритата готова. Багет наш готов. Для декора у нас все есть. Будем использовать соус песто. Сливочный сыр. Поэтому можем приступить к декорированию. Есть много разных способов. Можно порезать его треугольничками. Можно вырезать кругом. Так как у нас все-таки форма круглая и есть багет, мы будем делать треугольнички. Берем сыр. Делаем из него красивые кнельки. Маленькими ложечками. Добавляем немножечко. На грызелье. И, в принципе, можем уже все это продегустировать. Наше блюдо готово. Мария, какое название ему сегодня придумали? Давайте назовем его «Итальянское утро». Давайте. Приятного аппетита. Готовьте вместе с нами. Ну вот, подкрепились. Теперь можно поговорить о серьезных вещах. Это о каких? Мы же о любви сегодня говорим. Больше, чем любовь, Лена, страсть. У тебя какие увлечения? Я обожаю кулинарные эксперименты. А еще и в жару, и в стужу я бегаю. Причем даже по лужам. А я хожу на рыбалку. Что даже сейчас? Лед почти растаял. Еще достаточно твердый, но нужно быть осторожным. Катер на воздушной подушке отплывает от берега. На борту сотрудники государственной инспекции по маломерным судам. Ежедневный маршрут патрулирования проложен вдоль акватории Волги. Остановки возле каждого рыбака. Любители зимней ловли предупреждают. Уже скоро выходить на лед будет опасно. Пока твердый лед, еще ходим. А как теплее будет, там уже опасно будет. Возле берега, естественно. Рыбаки со стажем и сами знают, насколько лед может быть коварен. Кто-то проверил это на своем опыте. Случай были, сам проваливался. Просто обычные меры предосторожности. Бур под мышкой вперед. Температура воды под слоем льда сегодня составляет около 3 градусов. А вот безопасно ли находиться между двух волжских берегов, спасатели ежедневно определяют при помощи обычной линейки. Толщина 55 сантиметров. Лед пока безопасный. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на территории Ульяновской области заметно потеплеет. Температура воздуха уже через неделю достигнет отметки в 12 градусов тепла. Уже сейчас толщина льда в акватории Волги составляет примерно 1 метр. Но начинается сезон дождей. Верхний слой льда постепенно будет размываться. Водой уже скоро находиться здесь будет опасно для жизни. Так как мы проводим много рейдов патрулирования, рыбаки нас знают как бы уже и в лицо. И многих рыбаков мы знаем. И они сами уже осознают то, что как бы опасно выходить на лед и не выходят. Практика последних лет показывает. Количество тех, кто весной выходит на тонкий лед, заметно снизилось. А многие рыбаки хоть и сидят, что называется, до последнего. О мерах безопасности не забывают. Ведь на кону самое ценное – их жизни. Вопреки ожиданиям, большой воды в Ульяновске не случилось. Да, снег расставил на глазах за два дня. И потопом это не обернулось. Природа играет на нашей стороне. Посмотрим комментарии специалиста. За последние дни удалось в рамках проведения круглосуточного мониторинга предусмотреть целый ряд ситуаций, которые могли бы привести к подтоплению населенных пунктов талами и паутками водами. Так это могло быть в Засвежском районе. Благодаря оперативной информации от представителей ТОС Боротаевский были предприняты инженерно-технические мероприятия, которые позволили нам не подтопить талами водами территорию населенного пункта. Уровень рек в настоящее время в Сельде и Свияге не вызывает опасений. Паводок – это тоже весна. Спасибо Андрею Тамбовскому за информацию. Продолжим на позитивной ноте? Да. Сейчас вновь о звездах. Теперь ульяновских. Советы по семейной жизни давать им еще рано, зато голоса у них достойные. Что и подтвердило жюри Всероссийского фестиваля «Новая версия». Главный приз этого года завоевал вокальный ансамбль «Калибри». Они едва появились на сцене и сразу же покорили зрительный зал. Вместе мы сильнее, открой глаза, иди, смелее. В мечте своей, встань, ты небо и земли. Для меня главное, чтобы не волноваться и выйти, ну как будто бы ты вот дома поешь на сцене, так же и петь на сцене. Ну вот дома поешь для себя, пой на сцене тоже для себя. Это был самый настоящий головокружительный успех. Удержаться на гребне песенной волны помогала даже строгая жюри. В первых судейских рядах искушенные немецкие асы. И все как один снимают шляпы перед русским фольклором. Мне кажется, что культура – это в первую очередь преемственность. У нас нет задачи развлечь детей. У нас есть задача передать дальше культурный опыт поколению. Юных самородков со всех уголков Ульяновска Татьяна Пшеничникова взращивает уже четверть века. Готовить к большим музыкальным высотам самых маленьких калибриков давно не хобби, скорее смысл жизни, объединяющий музыкантов высокого полета. Мы гордимся своей победой и хотим побеждать всегда. Хочется стать известным, может быть, артистом каким-то. И ведь победа в конкурсе – она все равно, что путевка в жизнь. Открывает большие возможности, но дается лишь лучшим, кто готов жить песней. Когда я стану взрослой, я буду всегда без остановки петь. Это уже пятый победный фестиваль только за 1 март. Большой сольный концерт в плотном конкурсном графике. Настоящая удача для ульяновского зрителя. Стать гостем грандиозного праздника детской песни можно будет уже в конце мая. Знаешь, как по-французски «я тебя люблю»? Шершелефан. Угадал? Нет, ЖТ. В нашем с тобой случае ЖТ Мбаку. Это уже про дружбу. Наша землячка Виктория Кожевникова свободно говорит и больше того читает французских авторов в оригинале. Ученица 34-й гимназии в числе победителей Всероссийской олимпиады по французскому языку. Ее соперниками были 250 школьников со всей страны. Но Виктория одержала Викторию. Виктория его. Пури, ил фаллю оттендр. Оттендр долон муа. 11-ти классница Вика Кожевникова тренирует технику чтения и оттачивает произношение. Французский язык как-то сразу запал в сердце. Выбор пал на французский, потому что мне хотелось читать в оригинале французских классиков. Вроде просто. На языке Руссо, Бальзака и Дюма 17-летняя школьница говорит практически в совершенстве. Зачитывается французской прозой и с удовольствием цитирует любое на выбор четверостищая Бадлера. Натуре в том, что более живое пиле, позволяет иногда выходить из-за конфузских слов. Человек проходит через форекс символов, которые он обсуждает с фамилией. Изучать французский девушка начала два года назад. Важное уточнение. В школьной программе этого языка нет. У Вики прирожденный дар. Учителя говорят не только к иностранным языкам. Пятерки по всем предметам. Вика ко мне пришла в пятый класс. И она сразу обратила на себя свое внимание. Чем? Прежде всего тем, что за что бы она ни бралась. Будь то это география, будь то это общество знаний, русский язык, математика. Она всегда все старалась сделать на 100% и даже чуть больше. На Всероссийской Олимпиаде соперниками Виктории были 250 школьников со всей страны. Победа дает ей право поступить без экзаменов в самые престижные отечественные вузы. Я хочу поступить в высшую школу экономики на международные отношения, где дается двойной диплом с лондонским университетом. О карьере дипломата она пока не думает. Все мысли об окончании школы. Если не случится форс-мажоров, ее Виктория Кожевникова окончит с золотой медалью. Выходные где планируешь провести? Есть варианты? Да, рекомендую познакомиться с девушкой по имени Юха. Но ей много миллионов лет. Заинтриговала. Но помню, я женат и у меня много детей. Вот и их с собой бери. Как раз сейчас каникулы. На встречу с девушкой? Угу. Мы стараемся кисточками не работать, а вообще-то накладывали такой вот тампон, или как это называется, инструмент такой, поролоновый. Равномерно и в несколько слоев Ундоровский палеонтологический музей готовит для посетителей новый экспонат в обличии Элосмозавра Юхи. 3D-модели распечатывали четверо суток. Одна деталь – один день. Юха – это в тюркской мифологии красивая девушка, в которой превращается дракон, прожив тысячу лет. Кожа ее была покрыта чешуей. Экспонат покрывают специальной краской. Мелкие детали прорисовывают кистью. Кропотливая работа. Всем занимается столичный специалист палеонтологического института. Это не единственная модель, распечатанная на 3D-принтере. Удачный пример – макет палеозавра, уменьшенный в 10 раз. Животное входило в число крупнейших морских хищников за всю историю и обитало на территории Ульяновской области. В экспозиции есть и точная копия ихтиозавра, но его макет еще придется поискать. Воссоздать историю помогает разработчик 3D-принтеров Даниил Кирьянов. Палеонтология для него – увлечение. Но делу он отдается полностью. Ведь здесь важна каждая деталь. Важно хорошо подготовить сами трехмерные модели. Важно получить качественные 3D-сканы окаменелостей, либо качественные файлы реконструкции. Экспонаты готовы открыть посетителям Ундоровского музея свои тайны. Через систему дополненной реальности погружают в свой подводный мир. Кости скелетов встают в анатомическую последовательность. После обрастают мышцами, сухожилиями и кожей. И вот элосмозавр уже плавает в естественной среде обитания. Кости ископаемых морских рептилий не вечны. Поэтому эту скелетную реконструкцию плеозавра в скором времени специалисты распечатают на 3D-принтере. Макет появится в натуральную величину. И в заключении, как обещали о цветах, расскажи, что ты о них знаешь. Красиво и приятно пахнут. Но больше меня знают в городе Ленхозе. Здесь готовят к высадке на ульяновские клумбы полтора миллиона цветов. Питуньи, бархотки, бегония. Всех не перечесть. Одним словом, будет красиво. А у нас на этом всё. Приятного вам дня. Главное, берегите здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова